Обошлось слишком дорого. В Пермском крае организацию оштрафовали за дачу взятки свыше 1 миллиона рублей. За это организация должна была победить в аукционе и заключить контракт на поставку медицинского оборудования. Но не повезло. Должностное лицо от взятки отказалось и сообщило об этом в правоохранительные органы. В результате суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 10 миллионов рублей. Больше криминальных новостей в патрульной рубрике расскажет Алина Багрянская. Говорила сожителю, что ездит в командировки как торговый представитель, а сама возила наркотики из Москвы в регионы. В Прикамец задержали женщину-курьера с 5 килограммами синтетических наркотиков. На арендованном автомобиле дама перевозила особо крупную партию наркотиков из Москвы на Урал. Обратите внимание, что под запасным колесом имеется пакет черного цвета. Идите по ним, ты сюда. Запасное колесо не зафиксировано. Полицейские обнаружили 5 пакетов, внутри которых находилось наркотическое вещество. Задержанная призналась, что выполняла роль оптового курьера в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Все оперативные расходы, в том числе проживание и аренду автомобиля, оплачивал интернет-магазин. Женщина рассказала, что за каждую командировку ей обещали вознаграждение в размере 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под стражей, расследование продолжается. Один березняковец накануне подал в суд на призывную комиссию города и военный комиссариата признание решения комиссии незаконным. Он указал, что специалисты признали его годным к военной службе, когда он считает, что это не так. И что при прохождении медосвидетельствования его не направили на дообследование, не осмотрели врачи и специалисты. Суд, в свою очередь, нарушений не нашел. И требования решил не удовлетворять.